Это интервью было важно тем, чтобы напомнить многим гражданам Украины, которые за 6 лет уже забыли, почти забыли многие о том, что такое война, что такое нападение России, что такое оккупация Славянска, что такое убийство, пытки, распоротые животы украинских патриотов, такие как Юрий Поправка, как Владимир Рыбак, то я думаю, это интервью с этой точки зрения было полезно. У нас действительно нет такого закона, как в Израиле, который дает уголовный срок журналистам, которые берут интервью израильским у представителей террористических группировок «Хамас». Для меня было важно услышать, и это является доказательной базой, впервые подонок и террорист Гиркин назвал себя прямо причастным к организации убийств трех граждан Украины. Поэтому национальная полиция по согласованию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым на сегодняшний момент будет дополнять подозрения в убийстве украинских граждан Владимиру Гиркину, и мы считаем, что это будет серьезной доказательной базой. Могу сказать, что мы помним о каждом убитом на войне. Сегодня министр внутренних дел Украины Арсеном Аваков был в Северодонецке на похоронах полковника Сергея Губанова, который был подорван позавчера на мине, и война продолжается, она никуда не девается. Но мы помним о всех, скорбим и помогаем тем, кому можем помочь. Кстати, сын убитого Гиркина Владимира Рыбака работает у нас в структурах в МВД, в Северном центре, и мы даем возможность всем, кому нужна наша помощь, будем ему помогать.